Здравствуйте! Вы смотрите хорошие новости на телеканале Арктик ТВ. По мере того, как все больше человек в мире заражаются коронавирусом, все больше стран закрывают свои границы и вводят режим жесткой самоизоляции. Но, несмотря ни на что, люди не теряют оптимизма. Обучение и курсы переходят в режим онлайн, а люди выходят на балконы, чтобы вместе петь, танцевать и даже заниматься спортом. Во время карантина для многих, как нельзя кстати, оказалось увлечение йогой. Занятия помогают поддерживать тело в тонусе и сохранять душевный покой. Шотландка Лиан Суэн, как и многие в мире, сидит дома в самоизоляции. Справиться с непривычной ситуацией ей помогают занятия йогой. «Благодаря этому я чувствую себя прекрасно. Раньше я делала много разных упражнений. Бег и физкультура – это, конечно, хорошо. Но теперь я постоянно занимаюсь йогой, практикую каждый день, несмотря ни на что. Я чувствую себя хорошо и физически, и психологически». Лиан занимается с американским преподавателем и актрисой Адриэн Мишлер, которая ведёт занятия на YouTube. У неё уже более 6,5 миллионов подписчиков. «Йога приносит пользу психическому здоровью, эмоциональное состояние улучшается. Для тела она тоже полезна, поскольку мышцы приходят в тонус, тело становится более гибким и подвижным. К тому же регулируется весь организм, в том числе нервная система». Адриэн советует не разучивать сразу много асан, а начинать с малого. Иногда достаточно просто посидеть и помедитировать, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок. Для Лиан очень важна такая возможность. «Если находишь время прогуляться, позаниматься йогой, просто помедитировать или чем-нибудь заняться, то возвращается покой и можешь терпеть постоянное присутствие людей, которых любишь, но не привык видеть каждую минуту». Учёные Гарвардского университета и сотрудники библиотеки Конгресса США в 2013 году исследовали влияние йоги на эмоциональное состояние человека. Они выяснили, что регулярные занятия помогают избавиться от страха и других отрицательных эмоций. Также начинает лучше работать часть мозга, отвечающая за умение концентрироваться и принимать решения. Московский зоопарк выложил в интернет видео, как «Большая панда выполняет упражнения на высоте». Так «Бамбуковый мишка» напоминает людям, сидящим на карантине, о том, что и дома можно поддерживать себя в форме и побольше двигаться, например, протирать пыль на антресолях. Большая панда Жуи в Московском зоопарке даже во время карантина не сидит без дела. Бамбуковый мишка продемонстрировал ловкость и сообразительность и залез в бочку, подвешенную на веревке в закрытом вольере. А наградой за сложное акробатическое упражнение стало любимое лакомство. Московский зоопарк сейчас закрыт для посетителей. Он выложил в интернет это видео под девизом «Почувствуй себя пандой». Всем сидящим на карантине предлагают вспомнить о физической активности и попробовать потянуться вверх, чтобы протереть пыль на антресолях, люстрах или кондиционерах. Конечно, при этом нельзя забывать про осторожность. Жуи и самка Дин-Дин приехали из Китая в Россию в апреле прошлого года. Дин-Дин любознательна, но предпочитает отдыхать на деревьях. А Жуи любит играть и больше двигаться. Японским бабушкам и дедушкам нельзя выходить на улицу из-за карантина. Но Центр по уходу за пожилыми открыл для них доступ к видеоурокам. Они помогают поддерживать себя в форме. В Центре по уходу за пожилыми людьми в Сайтами японские бабушки и дедушки теперь каждый день делают гимнастику. Упражнения берут из видеороликов, выложенных на YouTube. Во время карантина к ним открыли бесплатный доступ. «Дома я могу только гулять, но не знаю, как заниматься самостоятельно. А здесь можно делать упражнения». Центр Human Life Care открыл бесплатный доступ к видео-тренировкам для всех пожилых японцев. Упражнения длятся пять минут. Они помогают укрепить мышцы ступней и спины и усилить кровообращение. «У меня поднимается настроение, когда я смотрю видео во время тренировки. Думаю, что это хорошо». Японская нация – самая быстро стареющая в мире. Более 28% населения страны – это люди 65 лет и старше. Но расовосник, фотограф из Нью-Йорка, вернулась в родную Норвегию на время карантина. Девушка сняла небольшой видеофильм о том, каково это – снова жить с родителями. Это каждодневная рутина норвежской пары Хавы и Матца. Последние несколько лет они делали это в одиночестве. Но теперь к ним из Нью-Йорка вернулась их 24-летняя дочь. Там она работала фотографом. Она решилась на переезд, поскольку США объявили о закрытии своих границ в связи с карантином. «Должна признаться, сначала я не хотела возвращаться домой, потому что я построила свою карьеру в Нью-Йорке. В Нью-Йорке вся моя жизнь. Но мои друзья там теряют работу, у них нет медицинской страховки. Я знаю, что могу оставаться в этом доме столько, сколько захочу». Нора уехала из дома в 16 лет. Вернувшись, она обосновалась в подвале и должна оставаться в самоизоляции две недели. Её родители это очень обрадовало. У них появился шанс снова кормить её здоровой пищей. Ну а девушка по мере возможности учит отца фотографии, воплощая мечту его молодости. «Интересно, что ты добилась чего-то и теперь можешь научить этому меня. Можешь развить мои навыки фотографии в современном цифровом мире». Конечно, на вынужденном карантине бывают и разногласия, но изоляция также помогла семье сблизиться. «Самое приятное, что я становлюсь намного ближе к вам. И я не думаю, что это могло бы случиться, если бы я не была буквально заперта в этом доме». Родители Норы считают, что карантин – это не только отличный повод побыть вместе, но и шанс многое пересмотреть. «Можно смотреть на карантин как на проблему, или как на то, что позволяет две недели побыть наедине с собой, подумать о разных вопросах, развить определенные вещи, на которые раньше не хватало времени». Звездный час необычной коллекции. Немка 30 лет собирала туалетную бумагу. Теперь ее золотой запас стал востребованным и даже дефицитным. «Белая, цветная, мягкая и не очень. У туалетной бумаги есть много особенностей, и жительница Берлина Юли Гудехус прекрасно разбирается во всех этих тонкостях. Она коллекционирует туалетную бумагу уже 30 лет». И теперь, когда этот предмет гигиены стал пользоваться повышенным спросом, для необычной коллекции наступил звездный час. Юли хранит образцы бумаги в толстых папках. Каждый листок убран в прозрачный файл. Женщина сняла серию видеосюжетов о коллекции и выложила на YouTube. «Мне нравится, что к моим видео на YouTube проявляют интерес. Я совершенно спонтанно решила показать свою коллекцию. Я очень долго собирала туалетную бумагу, а сейчас эта тема у всех на устах. Я просто хочу показать эту бумагу, поскольку мне есть, что рассказать о ней». Юли по профессии дизайнер. В конце 89-го года она хотела сделать тематический календарь из туалетной бумаги. Из затеи ничего не вышло, зато женщина увлеклась коллекционированием. «Думаю, туалетная бумага – это что-то вроде отражения характера нации или большого региона. Конечно, во многих странах мира вообще нет туалетной бумаги, но там, где её используют, есть большие различия. Например, разные размеры. В Германии у неё формат а шесть, как у открытки. В Азии делают длинные листки. Ширина тоже бывает разная». Коллекционер говорит, что в Германии любят многослойную бумагу, а в Великобритании – тонкую и мягкую. Некоторые подбирают расцветку под интерьер ванной комнаты. А кому-то нравится бумага с весёлыми рисунками. В коллекции немки 800 образцов туалетной бумаги из разных стран мира. Защитить и поднять настроение. Львовский дизайнер шьёт маски с украинской вышивкой. Традиционная украинская вышивка на масках для лица. Такая идея пришла львовскому модному дизайнеру Ирине Христинич. «Наша маска состоит из льна, на котором вышивка. Основа – вышивальный плезелин, неклейки и ещё один слой ткани. Из этих трёх слоёв состоит маска». Ирина решила временно изменить направление деятельности своей дизайн-студии и сосредоточиться на создании бесплатных масок для медицинских работников с традиционными нотками. «Мы всегда поднимали украинский дух. Украинская кровь течёт в наших корнях. Итальянцы поддерживают друг друга песнями, а мы можем и продолжаем поддерживать украинской вышивкой. Наши украинцы не имеют возможности получить маски из-за отсутствия международных доставок». Сотрудники студии, говорят, стараются хоть как-то помочь в нынешних тяжёлых условиях. «Цветные резиночки, чтобы людям хоть чуть-чуть было приятно, веселее на душе. На улице весна, хотя бы чуть-чуть разбавить свет грусти на улице, чтобы обуздать панику». Местный врач Мария Булавка из Львовской областной клинической больницы говорит, что эти маски можно повторно использовать после термической обработки. То, что маски поднимают настроение, испытала на себе. «Это ещё эстетическое удовольствие. Маски украшены вышивкой. А как известно, вышивка – это своего рода оберег, генетический код для каждого украинца. Девушка вышивала рушник на свою свадьбу. Мать вышивала сорочку, вкладывая любовь и защиту своему сыну. И я надеюсь, несмотря на эту маску, каждый из нас будет получать немного позитива и хорошего настроения. Хорошее настроение – это залог хорошего иммунитета». Из-за карантина в полном составе из 11 сотрудников студия «Моды» работать не может. Сейчас здесь трудятся только четыре человека. Делают около 50 масок в день при строгом соблюдении всех мер безопасности. В то время как чилийский мегаполис Сантьяго парализовал карантин, животные осмелели. В город снова забрела пума. Уже вторая за последние две недели. В чилийской столице снова ловили пуму. Этих крупных кошек также называют кугуарами и горными львами. Это уже второй раз за 10 дней, когда они забредают на опустевшей из-за карантина улице Сантьяго. Пуму обнаружили в спальном районе мегаполиса. В животное выстрелили снотворным и отправили в зоопарк для ветеринарного осмотра. Это 25-килограммовая самка. «Засуха и нехватка пищи заставляют их спускаться в город. И из-за тишины во время комендантского часа они заходят ещё дальше. Повторяю, они заходят в городские районы именно из-за тишины, потому что они очень пугливые животные». То, что большие кошки стали так часто заходить в столицу, учёные называют феноменом. «По крайней мере, для Чили это уникальный исторический феномен. Во всём мире схожая ситуация. Мир никогда ещё не был так парализован. К нам приходят пумы. В других странах дикие животные тоже стали заходить в города». В Сантьяго проживает более 5 миллионов человек. Карантин здесь вели две недели назад. Вскоре после этого в пригороде столицы заметили первую пуму. Это был 35-килограммовый молодой самец. Его также усыпили и отправили на осмотр ветеринара. Оказалось, что он в отличном состоянии здоровья, и уже через два дня его выпустили в близлежащих горах. Многие пенсионеры сейчас боятся ходить по магазинам, а необходимых лекарств в ближайших аптеках попросту нет. В Харькове создали интернет-платформу, где предлагают доставлять необходимые лекарства на дом. Ян Герасимов ездит по Харькову с рюкзаком, который заполнен товарами первой необходимости. Он доставляет продовольствие и медикаменты тем, кто не может за ними пойти в условиях карантина. Ян везёт еду пожилой паре, которая не выходит на улицу, боясь заразиться. Дети не могут посещать родителей, потому что не ходит общественный транспорт. Поэтому они заказали товары через страницу Яна в Фейсбук. Харьковчанин создал платформу в интернете для помощи людям в изоляции сразу после того, как в городе объявили карантин. К доставке необходимых продуктов и медикаментов присоединились и другие. Сюда пишут и те, кто может помочь, и те, кто в этой помощи нуждается. Чтобы свести к минимуму контакт, Ян оставляет пакет на дверной ручке, затем стучит или нажимает на звонок. Потом отправляется по другому адресу. Большинство клиентов – пожилые люди, но есть также и молодые. Они оказались в затруднительном положении без работы и денег. Елена спешит доставить жизненно важное лекарство диабетикам, изолированным дома. «Сегодня достаточно насыщенный день, потому что мы все переживаем, вдруг будет, если положение надзвычайно ведут и ограничат перевозки, переезды. Поэтому сегодня спешим развести инсулины. Тест-полоски кому не очень необходимы». Среди таких 67-летняя Лариса Климова с астмой и диабетом. Для нее наличие инсулина – вопрос жизни и смерти. Карантинные меры действуют по всей Украине с 25 марта и до конца апреля. Не ходит общественный транспорт, передвижение людей по улицам также ограничено.